Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 24 ноября и давайте посмотрим, с чем у нас завершается текущая торговая неделя. Начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим торговлю вблизи области сопротивления, которую мы видели на максимум 15 ноября. Пока пара евро-доллар не смогла преодолеть данный уровень, но тенденция в рамках часового таймфрейма на текущий момент остается восходящей. Ближайшая цель это закрепиться выше отметки 1.1856 и далее уже пойти на 1.19 и 1.20. Возврат к продажам, а значит начало коррекционного нисходящего движения по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальной значения, которую мы видели в области 1.1812 вчера 23 ноября. Пара британский фунт и американский доллар продолжают свое восходящее движение. Ближайшая цель на сегодня это подойти в область 1.3336, преодолеть данные максимальные значения и далее уже мы можем видеть пару на отметке 1.34 и 1.35. Ну а возврат к продажам будет актуален в том случае, если все же пара британский фунт сможет закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели вчера в области 1.3284. Сегодня с утра торгуемся вблизи данного уровня, но пока нужно ждать закрепления за этим уровнем, чтобы говорить уже о начале нисходящего движения по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар сегодня с утра торгуется выше максимальной значения, которую мы видели вчера. Пока полноценного закрепления и преодоления за данным уровнем мы не увидели, поэтому тенденция пока остается на снижении. Если все же канадцу удастся закрепиться выше данного уровня, то вероятно начало вновь восходящего движения по паре американский доллар, канадский доллар с целями движения в область 1.2836. Пара американский доллар, японская иена сегодня с утра торгуется выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера в области 1.1137. Мы видим закрепление за данным уровнем, что в свою очередь в рамках часового таймфрейма возвращает нас пока к покупкам по данному инструменту. Ну а возврат к продажам произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже отметки 1.11.05, минимум, который был зафиксирован вчера. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера доходила до максимальной значения в области 1.7637. Пока тенденция остается на укрепление в приоритете в рамках часового таймфрейма. Ну а возврат к продаже может произойти в том случае, если мы увидим пару австралийский доллар, американский доллар ниже отметки 76.03, минимум, который был зафиксирован вчера. Пара евро-фунт вчера смогла преодолеть максимальные значения, которые мы видели 22 ноября, закрепиться за этим уровнем. И в рамках часового таймфрейма у нас началась тенденция восходящая с целями движения на отметку 90.19. Ближайшие цели на сегодня это закрепиться выше отметки 89.12, ну а возврат к продажам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим пару евро-фунт ниже отметки 88.66. Золото продолжает укрепляться. Цели на сегодня это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1293 доллара за тройскую унцию, ну и далее уже пойти на 1304. Возврат к продажам будет актуален в том случае, если мы увидим золото ниже отметки 1287 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает укрепляться. Ближайшие цели это остаться выше отметки 63.52, максимум, который был зафиксирован вчера, ну и далее уже пойти в область 64.72. Тенденция на укрепление сохраняется. Ну а возврат к продажам произойдет в том случае, если мы увидим нефть марки Brent ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 62.95. По индексу DAX пока тенденция коррекционно нисходящая сохраняется. Ближайшие цели это движение в область 12907 и далее уже в область 12693. Возврат к покупкам, а значит и возврат к основному движению по данному активу произойдет в том случае, если мы увидим индекс DAX выше отметки 13055 и закрепление за данным уровнем. Ну и биткоин сегодня с утра смог преодолеть минимальные значения, которые мы видели вчера в области 8088 долларов за один биткоин. Скорректировались до отметки 7800 и сегодня сейчас немного подрастаем выше цен открытия. Но пока в рамках часового таймфрейма тенденция остается нисходящая. Пока в рамках часового таймфрейма тенденция остается нисходящая. В том случае, если мы видим биткоин выше максимумов, которые были зафиксированы вчера 23 ноября в области 8281 долларов за один биткоин, то уже вероятно возобновление тенденции восходящей по данному инструменту и движение к новым историческим максимумам. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Желаю всем хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на следующей неделе. Всем хороших выходных и до свидания. Продолжение следует...